Метеорный поток Лериды достаточно частое явление. Каждый год его можно наблюдать в середине апреля. Первые вспышки начались еще 15 числа, поэтому увидеть свою счастливую звезду можно уже сейчас, а пик захватывающего сверкания на небе будет с 21 по 23 апреля. Лериды известны своими редкими, но регулярными и предсказуемыми вспышками с количеством метеоров до 100 в час, хотя это случается лишь в 60 лет. Эффектные метеорные дожди с очень большими часовыми числами наблюдались в 1803 и 1922 году. Одним из масштабных за последнее время был поток 1962 года, когда часовое число достигало 90. Мы наблюдаем то, что вот эти вот пылинки, которые имеют массу где-то 0,3 грамма, влетают в атмосферу земли, сгорают на высоте 80 километров. Вот во многих СМИ я считаю, неправильные совершенно сведения, что как раз вот эти сгоревшие частички и светятся. На самом деле эти частички ионизируют воздух, и воздух светится. Поэтому все, кто загадывает желание, загадывают желание светящуюся воздуху. Они имеют белый цвет, желтоватый у лерид как раз, вот этих метеорных потоков. История наблюдений метеорного потока лериды насчитывает уже около 2500 лет. Первое упоминание о появлении этих быстрых и ярких метеоров китайскими астрономами относится к 687 году до н.э. Родоначальником метеорного потока лериды является долгопериодическая комета Тэтчер, открытая астрономом-любителем еще в 1861 году. Каждый год в апреле наша планета входит в облако пылевых частиц и осколков, оставленных кометой. Они сгорают в атмосфере, оставляя в небе яркие белые следы. С Земли кажется, что метеоры вылетают из созвездия Лиры. Отсюда название – Лириды. Именно поэтому звездный поток – это фактически следы хвоста кометы. Ну, в данном случае речь идет о комете Тэтчер, которая, в общем-то, имеет достаточно длительный период обращения вокруг Солнца – 415 лет. И, разумеется, появится только в 2200-х годах здесь, заново около нашей планеты. Но, тем не менее, вот этот след она оставила. Были очень интенсивные потоки Лирид. До 700 доходило вот этих попаданий частиц в нашу атмосферу. Но в настоящее время этот поток несколько ослаб. В этом году сильных вспышек не будет. Наиболее эффектные и масштабные появления метеоров можно не ждать вплоть до 2042 года. Этой весной любители звездопадов ждут меньше 10-15 Лирид в час, потому что потоку придется конкурировать с ярко растущей Луной над горизонтом. Прогнозируется пик Лирид ближе к полнолунию, которая состоится 23 апреля. Именно оно и приглушит эффектность звездопада. Пик считается будет 21-22 апреля. Опять-таки, интенсивность не будет высокой. Считается, что где-то всего лишь будет 18 таких вот падающих звезд в час. Но, тем не менее, хочу отметить, что с другой стороны, предсказать никто ничего не может. Это все зависит от того, в какую концентрацию вот этого метеорного вещества мы с вами попадем. Также я хочу отметить, то, что вообще наблюдать лучше, конечно, за городом. Потому что в Казани высокая засветка будет очень плохо видно. При этом будет еще достаточно яркая Луна, и это, конечно, будет делать наблюдение метеорного потока некомфортным. Но, тем не менее, все равно, вот еще раз повторяю, в темном месте, где-нибудь на даче, за городом мы сможем это все прекрасно видеть. Лучше всего метеорный поток виден в северном полушарии. Там вспышки в небе появляются раньше, примерно с 22 часов. Жители юга застанут зрелище после полуночи. Им будет удобнее наслаждаться звездопадом, повернувшись на север. Жители Казани также смогут застать это явление. Но лучшим решением будет отправиться за город, чтобы наблюдению не препятствовала подсветка города. Лучшим временем для просмотра будет период с 23.00 до 3 часов утра. И не забудьте загадать заветное желание. Анна Романова, Кристина Отекина, Николай Усуховский, Универ Новости.